Здравствуйте! Мы завершаем рассматривать монографию Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». И этот выпуск нашего сериала научно-популярных краткометражных фильмов посвящен рассказу о ее второй части, озаглавленной «Общепланетарное транспортное средство». Безусловно, в силу глобальности рассматриваемой темы у нас нет еще ее материального подтверждения, подобно реально существующему экотехнопарку SkyWay. Именно поэтому наш обзор второй части монографии будет весьма кратким. Предваряется она введением, в котором обосновывается необходимость индустриализации космоса. Ежедневно исчезает несколько видов живых организмов, а вскоре они исчезнут все и навсегда. Растет число заболеваний и генетических нарушений, обусловленных заражением воды, воздуха и почвы. Происходят необратимые изменения планеты, разрушается озоновый слой, защищающий все живое от губительной радиации Солнца. Экологические проблемы встали остров последней четверти 20 века потому, что техносфера по своей возможности преобразовывать окружающую среду приблизилась к биосфере. Выход из сложившейся ситуации только один. Предоставить техносфере экологическую нишу вне биосферы планеты. И таким образом мы приходим к выводу о необходимости вынести всю экологически опасную промышленность в космос. Отсюда следует, что объем геокосмических перевозок в будущем составит миллиарды тонн в год. Принципиальное значение здесь имеет мощность потребления энергии, то есть ее выброса в окружающую среду, которая может иметь катастрофические последствия. Общепланетарное транспортное средство, сокращенно ОТС, это единственное техническое решение, с использованием которого транспортная система способна выводить грузы на различные экваториальные орбиты без использования реактивных двигателей. Где может быть использован так называемый принцип Барона Мюнхгаузена, так как в процессе функционирования ОТС положение центра масс не меняется в пространстве. Поэтому оно может выходить в космос, используя лишь внутренние силы системы, без какого-либо энергетического, механического, химического и других видов взаимодействия с окружающей средой. То есть будет полностью экологически чистым, в отличие от ракет-носителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый старт ракеты оставляет дыру в озоновом слое размером с Францию и сопровождается негативным изменением погоды. Упавшие на землю отработанные ступени, отравленные ракетным топливом, также наносят колоссальный вред экологии. Дело в том, что некоторые виды топлива чрезвычайно токсичны, а заправка одной такой ракеты составляет порядка 600 тонн. Кроме того, ракета, как транспортное средство, не обеспечит создание космической индустрии будущего и спасение биосферы, так как коэффициент ее полезного действия менее 1%. Для сравнения, максимальный коэффициент полезного действия у современных паровозов достигает порядка 15%. Сколько же грузов можно доставить на орбиту при помощи ракет? За всю историю космонавтики в космос было выведено всего несколько десятков тысяч тонн полезных грузов, но никак не требуемые миллиарды. Очевидно, что для спасения человечества этот тип транспортного средства совершенно не годится. Не только в силу своей низкой грузоподъемности, но также из-за своей опасности для всего живого, даже в случае успешных запусков. Итак, только общепланетарное транспортное средство, простейший грузовой вариант которого может быть устроен следующим образом. Представьте себе ажурную эстакаду, кольцом охватывающую всю планету в плоскости параллельно экватору. На материках эстакада крепится с помощью обычных опор в океане на понтонах, находящихся ниже поверхности воды. По эстакаде уложена путевая структура, состоящая из линейного электродвигателя, установленного вдоль уложенного по всей эстакаде вакуумного канала трубы диаметром 20-30 см, внутри которой размещен ротор – та самая полезная нагрузка, необходимая для космического строительства сырье и материалы. Из трубы откачивается воздух для исключения аэродинамического сопротивления ротора. Включается система электромагнитов, которая подвешивает и стабилизирует ротор в центре трубы. Затем ротор приводится в движение линейным электродвигателем вдоль канала трубы и, соответственно, вокруг Земли. Когда скорость достигает 10 км в секунду, линейный электродвигатель отключается. Планетарных размеров кольцо, под действием центробежных сил, превышающих силу земного тяготения, отрывается от поверхности Земли, растягиваясь подобно резиновой велосипедной камере. После достижения определенного значения относительной деформации, ОТС разделяется на фрагменты с телескопическими соединениями. После выхода соединительных элементов на упоры, относительное перемещение фрагментов прекращается и начинается новый этап упругого растяжения. Затем снова происходит разделение на фрагменты и последующее упругое растяжение. Этот цикл может осуществляться столько раз, сколько потребуется для выведения ОТС на нужную орбиту, доставляя в безвоздушное пространство миллионы тонн грузов. При геокосмических грузопотоках от 10 до 100 миллионов тонн в год в стратосферу с помощью ОТС можно попутно доставлять миллионы тонн балласта, например, воды, для управления погодой и состоянием озоносферы всей планеты. Анализ показывает, что даже в худших вариантах выполнения, например, при грузопотоке 10 миллионов тонн в год и КПД 50%, стоимость доставки грузов на орбиту с помощью ОТС будет менее 10 долларов США за один килограмм, что в тысячи раз ниже современных цен на космические перевозки. Кроме экологических бед, вызванных бесконтрольной деятельностью человека, серьезная опасность для планеты представляет внешняя угроза, заключающаяся в возможности соударения Земли с крупными астероидами, что не раз случалось в геологической истории нашей планеты. Проект ОТС и здесь представляет интересные возможности. Во-первых, на орбите планеты намного лучшие условия наблюдения за движением малых тел Солнечной системы, независимо от погоды и атмосферных помех, с огромной базой для средств наблюдения. Увеличивается оперативность службы наблюдения и выигрывается время для принятия решения. Во-вторых, ОТС может служить базой для размещения средств разрушения или другого воздействия на приближающуюся угрозу. В эстакаде общепланетного транспортного средства, кроме самого ОТС, могут быть размещены дороги для стандартного транспорта и вакуумируемые тоннели для движения высокоскоростных поездов на магнитном подвесе, скорость которых может достигать тысячи метров в секунду. Тогда из Европы можно попасть в Америку или в Японию всего за 2-3 часа. Эстакаду можно строить постепенно, и каждый построенный километр будет окупаться, так как высокоскоростной транспорт позволит начать освоение и заселение труднодоступных регионов страны. Начнут исчезать понятия «периферия» и «провинция». Это сделает привлекательным расселение вдоль эстакады в экологически чистых районах с прекрасной природой и климатом десятков миллионов людей. Начнет создаваться планетарный линейный город-экополис, основанный на принципах гармонии человека и природы. После того, как грузовой ОТС вступит в строй и начнется индустриализация космического пространства, возрастет потребность и в пассажирских перевозках, что впоследствии приведет к созданию грузопассажирского ОТС, где будут располагаться помещения как для грузов и оборудования, так и для пассажиров, с максимальным сервисом и комфортом, не уступающим традиционным транспортным средствам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА